все всем привет вы на канале росфпс естественно по названию уже догадались что сегодня у нас ps6 и мы продолжаем нашу квалификацию на чемпионат европы 2008 это ps6 естественно квалифицируемся мы в шестом году там с перерывами 6 там 7 8 это не суть важно вот сейчас я найду где там наша игра и мы дальше продолжим вот по-моему она в самом низу да вот 25 я играл последний раз мы играем на мастере и пять минут чтобы долго вас не задержать час в раздевалочку зайдем посмотрим данное противника мы против франции вот это да то есть туром обедаем а кирилле вира вибери зидана нари ну и там саха тоже классный парень ну и трезиге в общем сегодня мы ну и по схеме они играют по немного странной для меня я оставлю такую же буду играть на что правильнее что я говорю правильно на сейчас игра у нас будет сегодня на что-нибудь такое знаете в белой форме естественно не будем никуда гнаться нам по крайней мере нужно чтобы нам не забили естественно ну я думаю картинка более-менее прекрасная более-менее прекрасно вот и мы поставим сегодня более лучших игроков например били лединов он вообще по моему не подходит да он не подходит под позицию сюда аршавина ставим слева так да слева подойдет ну и так титов у нас атакующий но вместо секона страйкера нам нужен кто правильно павличенко сюда киршаков сюда все я думаю лучше поставить титова потому что у него стрелочка вверх а стрелочка на самом деле очень много решает вот аршавин будет бегать слева вкусная вода вот все в принципе упор будем делать на вингеров и на то что я забыл еще кое-что сменить плосков у нас вообще-то опорник да так стоп я сейчас немножко поменяю вы можете перемотать это потому что не больно то уж и интересно смотреть лосков у нас атакующий и поэтому он нам не нужен вот алдонин я так понимаю да опорник значит его сюда а смертен у нас смертен у нас тоже опорник а нам два опорника не нужно поэтому ну пусть будет билилитинов вот значит так а симак у нас симак у нас тоже атакующий но потом его поставим вот следовательно у нас алдонин на более дальний билилитинов чуть поближе будет к атаке все можно начинать вот мошка волнулись немножко посмотрим вот это все дело деле альпе стадион 25 градусов и думает не столь важно но солнышко светит вот по зернышку а служба все идет а вот таблицу нам показывают как раз таки вот россия здесь должна быть мы на втором месте видите франция россия испания и израиль мы в прошлой в прошлой серии если вы не видели еще вот подсказка вылезает она может вылезет немного раньше вот там мы израиле выиграли а с каким счетом вы узнаете уже вот когда там посмотрите нам еще испанцев нужно как бы вздрючить поэтому нам ну хотя бы хотя бы чтобы нам не забили это все сделать звук я думаю вам будет как минимуму но слышно все мы начинаем главное чтоб не лагало у нас и не слошарить в самом начале у меня есть такая привычка вот на косячить потом исправлять а исправить уже не получается слушайте у нас вон уже тут что-то получается не знаю как будем коментить но естественно все это без нарезки чтобы видеть как видеть игру да уже на первых секундах желтый аршавин получают нет конечно не очень круто вот у нас все почему-то в оборону ушли павличенко мяч здесь иди забегай пока хотел пройти афинтить и все так он пока вот туда убегает забегают мы на березуцкого пока нет у нас в атаке какой-то определенности вот бегают туда-сюда непонятно то в атаку то в защиту вот французов пока что-то получается вот мяч у анри анри сумасшедший здесь парень не знаю как против него играть вот уже они проходят но но так давайте я пока не буду слишком сильно на это все реагировать это они просто просто атакуют ничего страшного не происходит аршавин все я заметил меня или подлагивает немножко до 360 на 720 как тут лагать должно вот отскок может на меня может на меня так хорош да и точно передачу нужно было еще выдать самое главное нас точностью передач очень большие проблемы это кто из майлах зарабатывает фол так бить у нас будет алдунин так же как и в карьере за сами помните за волгу кстати за волгу я могу начать карьеру если вы поддержите а мы вот так вот ну естественно без нарезки там тоже потому что у меня сейчас нет времени нарезать и желание тоже это все монтировать а вот если ну например там серия один матч сыграть да и вот так вот потихонечку вот как например тот же антон чейс в четырнадцатом году так же делал это прикольно было смотреть вот не получилось забить гол и там и не близко было в принципе вот пока что у нас получается навязывать хоть какую-то нашу игру это уже плюс вот это уже плюс измайлов титов титов очень высокий и очень неповоротливый надо было киржа оставить наверное он бы здесь был бы парасторопник что вот можете кстати сравнить наш состав на этот матч с предыдущим составом и я не знаю сравнить что ли потому что по моему там от шаеве на секс тракере у меня играл вот надо было продолжать бежать потому что ну варшавина корпус ну так себе метр семьдесят два и худенькое телосложение ну что она может противопоставить против мощного защитника вот бить хочу сильно продолжаем финты не знаю рулетку он свою фирменную будет делать сегодня или нет уже первый там закончен я думаю мы выстоим а сейчас сразу же буду записывать и второй матч ну потому что пять минут ну что тут мы можем успеть нужно естественно естественно что-то поменять под аршавин устал он уже вряд ли сможет играть но сорян поэтому мы поставим кого правильно нам не важно кого потому что я сейчас первый тайм вообще херней какой-то страдал абсолютной нам нужно сейчас завладеть мечом и потихоньку атаковать вот включаем прессинг как он прошел как он прошел навес здесь мы вынесли там подбор уже не будет вот там сенников показывает куда там бежать туда-сюда вот естественно на зидана здесь как как это как обычным замахом у него парку получается проходить ну это же я не знаю опасно я не понимаю сейчас мы рассмотрим этот момент смотрите это уже косяк пески мне кажется то есть он вот хорошо такая вот это кто ага ну ведь и запомнил как бы защита у нас конечно проблема весело ну что мы хотели ожидать вот что вы хотели франция против россии ну но это уже не смешно мне кажется это уже не смешно наверное надо было оставлять стандартный состав без изменений с держаком здесь вот держать надо обязательно держать сюда спокойно и ну куда ты отдаешь ну вот куда ты отдаешь но это в небеса там хреновый удар но на секундочку за х а это не шухрым ухры вам вот сюда играем направо потом вот можно сюда налево отдать потом вот так вот и он туда забегает а а после этого попытаться на него отдать хорошо хорошо ну хорошо же и отдай пас и все и будет прекрасно он занесли видимо всей нашей команде занесли видимо по сотке рублей на пиво и они решили расслабиться и не играть вот можно походу второй гол намечается я не знаю как сегодня кометить этот бред сие еще себе он там на грани со оси это перезаписывать я точно не буду за дубль оформил ну зидан просто игросмейстер как он так остановился на ну а а он ну кааа честно ли там все это было слушайте ну да получается что ну и за ну я не знаю там акинфеев чё-то что там делал че ну провалили матч да не спорю можете даже дизлайк поставить вот накосячил я сегодня ну они сами вот видите пасы не отдают вообще просто ужас что делают ну естественно все решится в оконцовке то есть с испанцами получается у нас выйдем ли мы на евро или нет так но это уже там не знаю защиты у нас просто ноль защиты у нас нет ну можно попытаться организовать вот напоследок атаку так вот смотри ты забегай до все ведь они так четвером на меня и лезут поэтому у меня ничего не получается в этом плане вот но но сюда правильно я не знаю они быки какие-то вот ну не получилось у нас сегодня выиграть блин я на самом деле расстроен зидан оказывается в махина такая жесткая мы сегодня сыграли очень хреново надо подумать над новой схемой или вот что-то вот это хороший удар был там заявочка вот с вами был руси фпс подписывайтесь на канал ставьте лайки и естественно я пойду сейчас записывать вот подкосил нас гол вот этот вот ну макереле шилтер классно сыграл вот все подписка лайк колокольчик а я пойду запишу надеюсь вздрючу хотя бы испанцев